Из выставки Орхидеи в ботаническом саду можно попасть сразу в другое помещение. Я бы сказала, что здесь очень много суккулентов, но почему-то здесь достаточно прохладно. Обычно в ботанических садах, в которых я была, наоборот, вот у суккулентов прям такие засушливые, жаркие климатические условия. Вот, напишите мне, кто разбирается. Но здесь вот прям прохладнее. Возможно, у них есть какие-то периоды покоя, но поскольку я не увлекаюсь такими растениями, мне сложно сказать. Могу лишь делиться опытом по миру, где и как они делали. Вот, а вы на канале про цветы. Вот тут, кстати, Орхидея, но видимо из-за того, что она не цветет, ее вынесли совсем в другое помещение. Масштабненько тоже, видимо, здесь и тиролеты есть, которые затеняют, когда очень активно солнце, хотя кактусы в целом его любят и хорошо переносят. Вот, очень много кактусов, очень много таких растений. Откуда у кактуса колючки? Можете остановить пальчиком, прочитать. Это, конечно, трогать лучше не стоит, потому что, не только потому, что запрещено, но есть такие разновидности кактусов, которые вы дотронетесь, они обломаются и останутся у вас в пальчиках, будет очень больно. Откуда я знаю? Лучше не спрашивайте, но научно разными поездками по миру, разными дотрагиваниями до растений, знаете, тактильные люди, им все хочется потрогать. Вот такое вот помещение, даже цитрусовые вон, лимончики. Когда я была в Лу-Моуте, там отдельная оранжерея именно с цитрусовыми, там очень-очень много десортов, прям, знаете, ходишь и красота-красота. Причем там огромные растения, здесь по сравнению с тем очень маленькое, и там, видимо, отдельно собирались коллекционерам, хозяинам парка. Вот, можете тоже в плейлисте у меня глянуть с этого места. А здесь вот идти, прийти, приобщиться, посмотреть в такой маленькой достаточно коллекции, но все равно интересненько. Вот, традискация, террис. Вот, скажите, по камефории она должна быть такая, потому что я конкретно в этих растюшках не разбираюсь. У меня интерес только в том, что мне нравится. Вот, так вот, я думаю, в целом у многих так, и мы подходим к концу. Здесь наверняка вот для работников. Вот, что-то здесь так интересно пахнет, но, к сожалению, сложно установить, что конкретно. Ну, кстати, может, жасмин? Непонятно. Вот, видимо, здесь тоже работники разводят различные подкормки, убирают отцвевшие, погибшие растения, ставят новые, подмешивают новую землю, чтобы растюшки было лучше. Для кого-то, наверное, это даже работа мечты. Вот, просто такой был обзор. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. Вот, будем чаще с вами ходить, любоваться такой зеленью вместе, виртуальные прогулки. С вами была Снежана и канал Про Цветы. Всем до скорых встреч, всем пока-пока.